В окружной закон об образовании внесут изменения. Они касаются целевого приема окружных выпускников вузы. По словам руководителя окружного профильного департамента Лины Гущиной, из полномочий ведомства планируется исключить обязанность по организации целевого приема выпускников и заключению договоров о целевом обучении. Согласно федеральному законодательству, в настоящее время принятие решений о выделении целевых мест в федеральных вузах издаётся постановлением правительства. И уже на основании этого заключаются трёхсторонние договоры с работодателем, вузом и потенциальным абитуриентом. Ответственность за формирование заявок о выделении для региона целевых мест в вузах возьмут на себя профильные ведомства. Так, например, по линии образования в адрес Министерства культуры и Министерства просвещения направлены заявки о выделении целевых мест для четырёх специалистов. На настоящий момент изменилась сама система целевого обучения, то есть у нас поступают запросы от федеральных министерств, мы направляем им свою потребность. На настоящий момент департаментам отправлена на ближайшие годы квота для формирования квоты со стороны федерального уровня в ведущие вузы страны. Именно четыре человека мы заявили, три человека по линии образования, один человек в сфере культуры. В сфере культуры мы заявили, здесь специалиста, именно режиссёра по проведению массовых мероприятий. На настоящий момент у нас только один человек с таким профильным образованием, работающий в КДЦ «Арктика». И такого же человека мы готовим, будем готовить именно для этнокультурного центра. Это то, что заявили сами учреждения, и, в общем-то, есть потенциально желающие ребята учиться по данному направлению. Также мы заявили по линии образования, здесь у нас нехватка идёт дефектологов, логопедов. То есть по этим направлениям мы также заявили по линии Министерства просвещения. По словам Лины Викторовны, на сегодняшний день в округе наиболее остро стоит вопрос с нехваткой преподавателей ненецкого языка. В целях привлечения специалистов для работы в государственных учреждениях региона и ликвидации кадрового дефицита в округе планируется предусмотреть дополнительные виды поддержки студентов. Так как мы являемся потенциальными работодателями, мы должны обеспечить гарантии именно как работодатели для тех, с кем мы заключили договора о целевом обучении. Поэтому в закон об образовании мы предложили внести изменения, предусматривающие такие гарантии, как стипендии, стипендии для обучающихся ребят на отлично, в размере 5000 рублей ежемесячно. Те, кто будет на хорошо учиться, там 3000 рублей предусмотрено. Также мы предусмотрели в законе, в проекте закона, подчеркну, что он еще сейчас у нас внесен в законодательное собрание наше окружное, и он будет проходить еще обсуждение. Следующая позиция – это льготный проезд раз в два года, так называемый наш, да, то есть к месту учебы обратно. И третья позиция – это проезд для проведения как раз в рамках обучения, это производственная практика, у кого она предусмотрена, учебная программа. Планируется, что предложенные изменения окружной парламент рассмотрит на ближайшей сессии.